Ежедневный фитнес, которому не рады. В нашу редакцию обратились жители дома 11.11 в Новом Городе. Для них обычный поход в магазин или на работу превратился в настоящее испытание. Живущим на верхних этажах в третьем подъезде лишний раз даже не хочется выходить из дома. Все дело в том, что люди лишились такого, казалось бы, рядового блага, как лифт. По словам жильцов, лифт в этом подъезде многоэтажки не работает практически с начала года. И сейчас я узнаю, сколько уходит времени на то, чтобы прогуляться до девятого этажа. Для того, чтобы подняться на девятый этаж обычным шагом, у меня ушло примерно полторы минуты. Цифра вроде небольшая, но это единичный марш-бросок 20-летнего мужчины. А ведь жителям приходится такие подъемы-спуски совершать по нескольку раз. А среди них, например, и пожилые люди, и беременные, и молодые мамы с колясками. Да и всем остальным нелегко. Хоть продукты купишь, тяжело идти наверх. Хоть с коляской, с ребенком, тяжело. Да и просто идти пустому человеку на девятый этаж, вот, пройдись, уже тяжело. Даже молодым. Я в положении на восьмом месте нахожусь. Постоянно в больницу приходится ходить, спускаться. В магазин тоже нужно. Тяжело. С гибели лифта начался 2014 год в этом подъезде. Аппарат сгорел в ночь с 3 на 4 января. И с тех пор железный остов кабины висит в шахте лифта мертвым грузом. А по факту пожара ведется следствие. Ищут виновного в поджоге. Но людям от этого не легче. Больше я практически никуда не выхожу уже. Внуки перестали ходить. Внуки перестали вообще ходить. Потому что деда, что к тебе идти, говорит, я что подниматься что-ли буду. А внуки маленькие. И охотой погулять немножко. Потому что старые не вот должны все в этих четырех стенах сидеть. Этот вопрос довели и до мэра. Проблему обсуждали на встрече Василия Шахразеева со старшими по домам центрального района 22 января. Тогда прозвучало, что все упирается в страховую компанию. В 11 комплексе сгорел, подожгли, сгорел лифт уже люди несколько дней. Нам будет возмещать страховая компания или как? Давайте подключайте наших юристов, если есть необходимость. Потому что я говорю, лифт практически модернизированный стоит 1 миллион почти где-то 200 тысяч. Новый лифт где-то до полутора миллионов. Но лифт и ныне там. Как оказалось, страховщики тут ни при чем. Лифт как имущество необходимо страховать по отдельному договору. Но есть надежда. Дом числится в списке на капитальный ремонт в 2014 году. В перечень работ войдет и замена подъемника. Однако, сейчас жилищники заняты бумажной волокитой. После подписания данных документов, договоров, в первую очередь мы начнем с этого дома. Я думаю, тянуться эти сроки и затягиваться не будут. То есть сразу, как будут подписаны документы, мы сразу приступим к замене этого оборудования. В управляющей компании нам сообщили, что республика еще не подписала постановление на капремонт. А без этого не будет договора с подрядчиками и, соответственно, сроки проведения работ никто назвать не может. Сколько именно еще мучатся жильцам и когда в их подъезде появится лифт, неизвестно. Александр Елисеев, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова